Здравствуйте! В эфире итоговая информационная программа новости 24 Саратов. Хватит ли запаса продовольствия в Саратовской области, а также вырастут ли цены на продукты в ближайшее время? И какие продовольственные товары исчезнут с прилавков в связи с введенными санкциями? Об этом мы поговорим с министром экономического развития и инвестиционной политики региона Владимиром Пожаровым. Владимир Александрович, здравствуйте! Здравствуйте! В связи с введением в России санкций на запрет ввоза иностранных продуктов у жителей области есть опасения, что через месяц-другой в регионе начнется голод. И надо ли бежать сейчас в магазин и скупать все подряд? Бежать никуда не нужно. Можно спокойно в том же темпе, в том же режиме, в котором наши люди ходили в магазин, так и продолжать туда ходить. Потому что основной массой населения вообще никак не коснутся эти санкции и все, что сейчас происходит в связи с их введением. Потому что основная группа населения, те товары, которые они потребляют, то есть социальные продукты, социальная корзина, мы обеспечены полностью и мы можем очень быстро заместить, если у нас есть какой-то недостаток, из других регионов или из тех стран, с которыми мы работаем, в отношении которых санкции не введены. Да, действительно, некоторые группы товаров, это какие-то деликатесы, экзотические фрукты, некоторые виды сыров, вот сейчас очень много разговоров про это. Да, действительно, они могут на какое-то время исчезнуть. Но я уверен, что буквально в ближайшее время наши предприниматели, предприниматели, которые занимаются оптовой торговлей, найдут других поставщиков и поставки возобновятся, но просто они будут идти из других стран, от других стран-производителей. Вот еще возникает вопрос и о повышении цен на продовольственные товары. Вот, например, по сообщениям некоторых наших телезрителей, подорожала птица, при том в сетевых магазинах это даже было повышение цены порядка на 20 рублей. Вот с чем это связано и не поползут ли цены дальше вверх? Каждый день у нас создан штаб, и каждый день мы мониторим цены не только в сетевых, а в обычных магазинах, на рынках и на ярмарках. Я могу вам одно сказать, что за последнюю неделю ни в одном сетевом магазине на мясо птицы повышения цены не было. Поэтому я не знаю, о чем идет речь. Я знаю одно, что с каждым руководителем здесь, в сетевых магазинах, представленных на территории Саратовской области, я общаюсь лично, и никто из них за последнюю неделю цены на мясо птицы, в том числе, не повысил. Ожидается, что возможно будет рост цен на фрукты, возможно, но опять же сейчас ведется большая работа по замещению той группы фруктовой, которая попала под санкции. Наша задача правительства Саратовской области – это не допустить скачкообразного роста цены. Мы его не допустим по всей группе товаров, то есть 40 наименований, а это самые важные продукты. Это хлеб, мясо, молоко, не просто мясо, а мясопродукты, то есть колбасы, молочные продукты, сметана, творог, сыры, рыба. То есть все самые важные крупы мы росту цен не допустим. И запасы будут достаточны, чтобы дефицита не было. Это я вам обещаю. Вот вы сейчас упомянули специальный штаб, который мониторит цены на рынках и сетевых магазинах. А кто входит в его состав и как он вообще работает? Штаб при губернаторе. Два зампреда. Это заместитель председателя Большеданова и заместитель председателя правительства Соловьев Александр Александрович. Также входят сотрудники Министерства экономического развития и инвестиционной политики, Министерства сельского хозяйства. Мы приглашаем руководителей статистики, антимонопольной службы. И при необходимости готовы подключаться силовые структуры. На данный момент такой необходимости нет. Ежедневно все муниципальные районы области до 12.00 каждый день дают нам информацию по своим магазинам, по ценам и есть ли товар в достаточном количестве на прилавках. Мы все это дело сводим. Смотрим, какая у нас ситуация на оптовых складах, на складах у наших производителей. То есть сделаем баланс. Этот баланс мы анализируем и отправляем в Минпромтор к России. Вот такая работа, текущая работа штаба. В зависимости от того, что мы предполагаем, что что-то может произойти, или если вдруг что-то будет происходить, мы будем принимать те или иные управленческие решения, чтобы проблему с возможным дефицитом исключить. На данный момент никакого дефицита нет. Товарные запасы составляют 36 дней. Торговли, то есть запасов у нас достаточно, это я не говорю даже про стратегический резерв. Торговли у нас пока все нормально, все достаточно, все оптовые системы, все работают хорошо. А много ли вообще в нашем регионе импортных товаров? И что потеряет Саратовская область, если откажется от них? Действительно, по некоторым группам товаров у нас достаточно большое количество импортных. Но вот если говорить про те, которые попали под санкции, то в первую очередь это, конечно, сыры, 40% у нас импортных сыров, но из тех стран, кто попали под санкции, только 10%. И фрукты тоже до 40%, но опять же, те, которые попали под санкции, только 12%. Но уже, то есть не успели поговорить про санкции, уже приезжает у нас делегация из Ирана, на следующей неделе у нас приезжают наши коллеги из Казахстана, из Узбекистана, они готовы в ближайшее время в любом количестве привезти любое количество овощей и фруктов. Кроме того, как вы знаете, Египет сейчас очень сильно оживился, Турция. То есть я не вижу проблем. Я думаю, что в ближайшее время будут заключены контракты, будет проговорена логистика и замещение тех стран, которые попали под санкции, оно будет произведено. Владимир Александрович, вот вы перечислили множество стран, которые готовы поставлять нам продукцию. Но вот вопрос, останется ли цена на прежнем уровне? Даже если из каких-то стран логистические издержки будут выше, и цены они должны будут поднимать, можно поиграть, быть пошлинами, для того, чтобы компенсировать расходы, для того, чтобы цены не росли, и чтобы это не ударило по кошелькам наших граждан. Этим сейчас занимается правительство Российской Федерации. Наша задача областного правительства, нам нужно, конечно же, развивать свое. Потому что все помнят, что в области у нас было большое количество садов, которые, к сожалению, в 90-е годы были вырублены. У нас было большое количество прудовой рыбы, которая тоже, к сожалению, была почти на две трети уничтожена. И сейчас нашим минсельхозам ведется большая работа и по тепличным хозяйствам, и по привлечению производства мяса промышленного. Второе, нам нужно развивать логистику. Вот тот пример с хвалынскими садами. Они производят достаточно большое количество яблок, но их негде хранить. Поэтому тот, кто там построит сильный логистический центр, предприниматель, он, я уверен, не только заработает быстро хорошую прибыль, но и сделает благое дело, потому что хвалынские яблоки тогда можно будет покупать и зимой, а не только вот в этот период. А согласны ли вы с тем, что вводимые санкции дают шанс развиться в перспективе нашим местным аграриям? Да, однозначно. И нашим аграриям, безусловно, нужно и сейчас приложить все селы, а нам нужно их поддержать, потому что Царатская область вообще уникальная область. У нас в структуре валово-регионального продукта 12% занимает чистое сельское хозяйство без переработки. То есть мы очень много производим сырья, мы очень много продаем зерна, другого сырья сельскохозяйственного мы его вывозим, а его нужно перерабатывать здесь, здесь производить продукцию, здесь создавать рабочие места и платить налоги. А как будут выживать предприниматели, которые работали только с импортными поставщиками? Вот будет ли им какая-нибудь помощь оказана? Помощь будет оказана только административная. Мы готовы их состыковать по линии Министерства экономического развития Российской Федерации через всех наших торгпредов. У нас Саратская область подписала соглашение, мы пилотный регион в России, и у нас подписаны соглашения со всеми торгпредствами Российской Федерации и за рубежом. Мы через нашу систему Торпресс, через нашу ЕИКЦ, у нас есть такой Евроинфо-корреспондентский центр, когда мы бесплатно можем вывести любого нашего предпринимателя на 600 площадок в мире. Бесплатно для него. Ему нужно только прийти и сказать, что он хочет купить или что он хочет продать. То есть административно мы готовы помочь предпринимателям в контактах с его потенциальными будущими партнерами в других странах. Владимир Александрович, еще ходят слухи о том, что ведут санкции на ввоз импортных лекарств. Вот понятно, что существуют аналоги российские, но ведь не на все же. Притом говорят, что даже ведут уголовную ответственность за это. Во-первых, никаких санкций, никаких ограничений на ввоз импортных лекарств нет. И я сомневаюсь, что в ближайшее время они появятся. Поэтому людям волноваться не нужно, никаких перебоев с лекарствами в стране не будет. Но нам, опять же, мы должны задумываться. Вот то, что сейчас происходит, те санкции, которые были введены против Российской Федерации, и вынудили наше правительство ответить зеркальными санкциями, нас должно побудить к тому, что нам нужно развивать свое собственное производство. В том числе, вот если мы говорим про лекарства, фармацевтическое. Владимир Александрович, спасибо, что успокоили наших телезрителей. Всего вам доброго. Спасибо. А я напоминаю, гость студии у нас был министр экономического развития и инвестиционной политики региона Пожаров Владимир Александрович. Всего вам доброго.